последнее время биржа не работает и в общем сказать и смотреть не на что но когда ничего не работает чего волноваться можно не париться и все же я недавно вот только что буквально решил посмотреть а что же с моими активами с моим портфелем ну то есть кажется мрак полный и вообще все будет плохо он нет мой портфель 100 тысяч рублей который я смотрю он вырос ребята он вырос на почему он вырос да потому что там ну достаточно большая доля долларовых активов и доллар вырос сейчас в цене по отношению к рублю и поэтому поэтому просто вот как я и говорил надо держать баланс и всего давайте посмотрим вот посмотрите вот сейчас вы видите график с начала года портфель 100000 рублей да он с начала года буквально было сформирован насколько я помню распределение инвестиций в портфеле но я добавил туда последний момент какие-то деньги и я думал куда же их вложить но никуда не вложил в общем сказать да в конце года я добавил туда 200 тысяч потому что на них будет возврат вот эти самые 13 процентов которые уже кажется смешными на самом деле но и я их никуда не вложил потому что пока не знаю куда вложить вот то есть все что там было осталось по-прежнему плюс 100 тысяч рублей лежат наличными пока я не знаю куда их деть ну наверное куплю какие-то облигации в ближайшее время пока никуда не вкладывал вот такая штука и значит смотрите что у нас тут акции иностранных компаний 20 20 процентов акции российских компаний 10 процентов инвестиционный пай сейчас посмотрим какой депозитарные расписки облигации российских компаний акции инвестиционных фондов вот как бы так ну давайте посмотрим конкретно на инструменты российский рубль 172 тысячи пока никуда не вкладывали говорю скорее всего буду вкладывать в облигации когда не совсем опустятся то есть я думаю что ставка еще поднимется и облигации упадут тогда и куплю ничего страшного значит долларов совсем немного 32 доллара это откуда они взялись там ну вот и дивиденды какие-то открытие всепогодный ну да вот он видите открытие всепогодный это инвестиционный это етф ну там он тоже сбалансирован акции облигации там все нормально и управляют управляющие но семь восемьдесят пять процентов у меня в этом пае акадия фармацевтикал за все время давайте за все время посмотрим вот акадия фармацевтикал открытие всепогодный упал за все время акадия фармацевтикал выросла в долларах джейди выросла хоть немножечко но в долларах но в рублях то насколько вот акрон вырос на сто тридцать три процента нормально да так вот банковка открытие б.о.и.о.п.о. 2 ну это сложный финансовый инструмент я не однократно говорил он типа упал на 15 процентов но это долгосрочная инвестиция там потерь быть не может вот так упал он по текущей цене фенекс и global equity you see ctf руб в рублях вообще ничего не изменилось так хардфорд плюс 39 процентов он 7 дактор с плюс 51 процентах это в долларах ребята нортон лайфлок плюс 45 процентов в долларах lumen technologies минус 10 процентов в долларах минус 10 процентов но доллар подорожал все равно рост в рублях санофи плюс семь восемьдесят семь процентов в долларах пульты группы плюс семь двадцать четыре процента в долларах приятно читать черт возьми фосадра в рублях выросла хорошо карьер global ну и так далее вы посмотрите там сплошь зеленые позиции магнит только упал что говорит о том что портфель сформирован правильно качественно и при любых условиях он дает ну если как бы все падает а портфель вот даже и не упал нормально да ну я и не дергаюсь на самом деле просто сижу жду там что я жду а я жду сейчас буду подавать декларацию тренды фэр чтобы меня начислили вот эти вот денежки на 200 тысяч пополнение возврат ндфл почему 200 тысяч они 400 да потому что потому что у меня доходы официально вот такие то есть у меня зарплата очень небольшая как вы понимаете зарплата небольшая а доходы я получаю сказать но много доходов как и па и па в общем-то с этим дфл не платит поэтому вот такая история ну что я хотел сказать что инвестиции это хорошо все таки и с деньгами по-любому лучше чем без денег я вас уверяю и для того чтобы пережить вот те трудности которые которые нам предстоят еще надо иметь деньги то есть все трудности у нас для нас лично только начинается на мой взгляд но об этом я рассказывал что нас ждет и здесь надо просто одну спокойно к этому относиться спокойно готовиться но и думать искать возможности они наверняка будут как нам извлечь пользу из тех возможностей которые будут ну а на сегодня все лайк подписка и до встречи с вами был димитков юрий